В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Цирк Владивостока подготовил для зрителей настоящую сказку. Именно поэтому у нас сегодня в гостях Фатима Гаджикурбанова, заслуженная артистка России, художественный руководитель программы «Елка в цирке», руководитель номера «Конатоходцы Медниковы», Константин Хагунович, артист цирка, «Конатоходец», автор сценария сказки «Елка в цирке», и Игорь Смирнов, директор Владивостокского цирка. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Ну, хочется, конечно, первый вопрос задать женщине среди мужчин. Фатима, расскажите, что вы привезли во Владивосток? У нас на самом деле очень много интересного, так как в сказке есть Баба-Яга, Леший, Кикимора и Кощей. Константин, тогда следующий вопрос вам. Я знаю, что буквально до приезда в Владивосток вы находились в Америке. Есть такая информация. Что вы делали там, и как вы так резко сменили континент, и почему приехали во Владивосток? Ну, так как мы артисты и такие люди, переезжающие с места на место, то мы работаем по всему миру. Мы были в Америке, сейчас мы приехали во Владивосток. Для нас такая география всего мира – это нормально. Мы то здесь, то там переезжаем с места на место. Ничего нового здесь нет. Были в Америке, были в Европе, в России. И везде работаем, везде как бы пытаемся показать наше искусство цирковое для всех зрителей. Для вас это жизнь настоящая. Да. Такой переезд с места на место. И вы к этому уже, наверное, нормально относитесь, мне кажется. Да любой другой бы человек еще неделю отлеживался, а вас мы скоро уже увидим на арене цирка. Да, как бы вот так вот мы переезжаем. В чем заключается основной смысл? Фатима уже сказала, что это сказка. Так вот, как можно сказку и цирк совместить? Ну, вообще идея эта родилась еще 10 лет назад, когда мы делали первые сказочные представления в цирке. И тогда вот как раз родились вот эти вот персонажи, вот русский народный фольклор, Баба-Яга, Кики, Муралеший. Все это как бы было связано с тем, то, что нужно было что-то в цирке такое сделать, чтобы дети поняли и увидели, насколько там вот эти вот все персонажи, Баба-Яга, Кики, Муралеший, хотят навредить какому-то сказочному представлению, что-то украсть или что-то сделать, какую-то такую пакость, чтобы испортить Новый год. Но добро всегда побеждает, и Дед Мороз традиционно спасает там елочку, начинает представление, и все заканчивается хорошо. – И театр, и цирк. – Совместно, да. Потому как, вы знаете, это действительно интересно, когда если зрители наши будут видеть, что Баба-Яга идет по канату, она не только в манеже несет свой образ, а Баба-Яга, открою вам маленький секрет, это Баба-Яга, а это Кикимора в сказке. И Баба-Яга, который не только ходит по канату, но еще и делает сальто на канате. И это, конечно, для зрителей, это интересно увидеть Баба-Ягу, летающий под куполом, который ходит по канату, прыгает. Ну, в общем, такая загадка интересная для детишек, что будет дальше. Развитие идут такие, знаете, интересные очень. – Мне кажется, для детей это действительно настоящее волшебство. Ведь просто в театре Бабу-Ягу летающую ты не увидишь. А вот в цирке летающую Бабу-Ягу как раз-таки можно увидеть. – Ну, поэтому мы и хотели совместить цирк и театр, ну, для того, чтобы как-то поинтереснее донести до зрителя, что в цирке артисты, которые делают трюки, могут еще играть свои роли. – К вам впервые приезжает такая программа? – Ну, хороший вопрос, такая. Ну, вот она необычная сама по себе, эта программа. Необычна тем, что это не шоу-программа. Эта программа именно вот тот советский, российский цирк, к которому привыкли все давно. И она идет дивертисментом с очень сложными трюковыми элементами. То есть мы совмещаем, мало того, что мы совмещаем театр и цирк, мы совмещаем еще сложные трюковые элементы. с театром. Потому что те трюки, которые выполняют ребята на канате, ну, здесь еще добавится костюм Бабы-Яги, добавятся юбки, добавятся носки, там, я не знаю, валенки, что-то еще. И этот прыжок уже сочетает в себе элементы риска какого-то. Вот. Так же и другие артисты, которым привыкли исполнять трюки просто на манеже, теперь им придется исполнять эти трюки с дополнительным шоу-балетом. Или в момент, когда будут артисты со зрителями играть в снежки, будут выполняться трюки собак. То есть все это совмещается, мы проходим на проверку как сами, так и проверяем своих артистов-животных, которые смогут ли работать вот в большой, в большом скоплении людей. Поэтому для нас это очень сложно, и нам будет очень приятно, если зрители это оценят по достоинству и посетят нашу новогоднюю сказку. Мне кажется, еще будет очень интересно, как вы говорите, нечто такое советское, с таким советским наследием увидеть в обновленном цирке. Потому что цирк теперь тоже стал новым. И увидеть в нем что-то старое из нашего детства, это такая какая-то ностальгия какая-то, наверное, своего рода. На сегодняшний день да, потому что у меня у самого двое детей, я прекрасно понимаю, что они смотрят сейчас в сети интернет и понимаю, что советских мультиков вот я сейчас в преддверии Нового года только начинаю их привычать. Смотрите Морозко, смотрите там старые наши новогодние мультики. Слушайте, но сказка сказкой, это понятно, это для детей. А для взрослых это будет интересно, Фатима? Очень. Вот практика показывает, что мы год назад делали тоже сказку весеннюю. Но у нас тоже была Баба-Яга. И, конечно, у нас не было Кащея, немножко другие герои, немножко по-другому постановка была. Это потому, как была весенняя, это была масленица. Но вы знаете, по окончанию представления обычно мы выходим к зрителю, ну, для того, чтобы они имели возможность с нами сфотографироваться. И зрители все время, как бы одно и то же, мы слышали, что они говорили, почти все говорят, что как здорово, что у вас не только цирк, но и театр. Люди получали, конечно, удовольствие и свои восхищения нам высказывали. Для нас это самая главная оценка, когда наш зритель остается доволен. И на самом деле, ведь интересно окунуться дедушкам и бабушкам снова в детство. А мы как раз делаем все для этого, чтобы они им наокунулись и получили полное-полное удовольствие. Константин, ну, такой спойлер небольшой хочется все-таки запустить. Сюжет немножко расскажите. Сюжет, ну, как традиционно, добро побеждает, зло. Главный персонаж попадает в историю, где ему придется пройти через все представление, встречая на пути Бабы-Ягу, Лешего, Кикимору, самого Кощея Бессмертного, как бы привлекая тем самым самых маленьких зрителей, которые будут ему помогать. А, то есть интерактив тоже будет? Будет полностью, да. Мы максимально сделали так, чтобы во вценках участвовали дети, помогали ему. И, проходя все вот эти вот трудности, он дойдет, как сказать, до финала, и все будет хорошо. Праздник будет спасен, и все будет замечательно. А подарки детям будут? Мы готовим интерактивную программу перед началом самого представления. У нас за полчаса будет начинаться в фойе возле нашей 10-метровой красавицы будет проходить небольшое интерактивное мероприятие, где будет участвовать Дед Мороз, Снегурочка, герои из спектакля, который будет проходить на манеже. И по окончанию этого мероприятия Дед Мороз будет дарить детям, которые пришли в костюмах, небольшие призы. Да, это очень приятно. Я помню свое детство и наш цирк, и всегда там была елка, Дед Мороз, Снегурочка и какие-то сладости, как правило. Вы известные канатоходцы, ваша пара. И хочется узнать, что конкретно подготовили вы? То есть будет ли та самая известная программа, которую вы всегда представляете? Ну, вы знаете, она, конечно, именно та она не будет, потому как мы в сказке, как сказал Игорь Станиславович, что вот, например, взять, если мы одеваем сценичные наши костюмы для работы, то, естественно, это удобные комбинезоны для Константина, где он может делать свои трюки легко. А сейчас, когда в роли Баба-Яги, у него колготки, у него две юбки, у него пояс, у него бусы, у него жилетка, то есть парик, платок. Естественно, вот в таком наряде не сделаешь двойное сальто. То есть это все сделать, то он сделает, но это все улетит. У нас были случаи, такие моменты, получалось пару раз, что когда Костя прыгал свое сальто вперед на канате, то у него парик упал. Ну, я же кикимора, на канате я говорю, ой, Баба-Яга помолодела. То есть все в шутку переводили. Но такой момент действительно может быть, потому как неудобно. Это очень сложно и опасно. Если он одевает страховочную лонжу, то, естественно, я всегда переживаю, потому что столько всего одета, чтобы правильно еще ее застегнуть, потому как это все-таки техника безопасности, и действительно надо быть очень внимательным. Ну, конечно, Баба-Яга будет кикимора нести на плечах. Да, я бы ему и на голову стала, как в работе. Но у него парик, поэтому на голову встать-то неудобно. Парик слезет. Вот. Но на самом деле максимально мы будем делать то, что мы можем сделать. Но зрителю интересно. Просто Баба-Яга, например, если в работе у нас он несет меня, шест такой ставит, и я стою там, то на шест я не могу встать, потому как у Баба-Яга, опять же, в своем наряде. Но Баба-Яга берет метлу и ставит на лоб, и идет с метлой, несет метлу по канату. Ну, прыгает через метлу. Там есть очень много интересных моментов, где я с метлой сяду, шпагат на канате. Да, но это в работе мы не делаем, а вот как-то что-то мы поменяли так, чтобы все-таки не оставить зрителя без того, что мы покажем им что-то интересное. Вот. Ну, новенькое даже. Но что-то мы думаем тоже, чтобы что-то добавить еще более интересно. Например, Баба-Яга может крутиться с балансом, как ветер. Ну, всякие разные моменты мы сейчас репетируем. У нас как раз полным ходом идут репетиции. Вот сегодня в пять часов у нас тоже будет прогон программы полностью, так как мы готовимся очень серьезно и хотим доставить максимум удовольствия гладиостокскому зрителю, чтобы все получили удовольствие и остались именно счастливы после нашей сказки. Я не могу не затронуть немножечко вашу историю. Как вы начали вместе с Константином выступать? Ну, мы начали, как бы это было еще 12 лет назад, когда мы работали в Америке, в Лас-Вегасе, в шоу. Константин работал в шоу в планете Голливуд. Вот. Ну, я по тому, как в моей жизни были обстоятельства, я там работала костемером. Помогала, как бы, в программе. Ну, и вот мы познакомились, и я дальше... У меня была семья, как бы... Ну, эта история такая не для Нового года. В результате я хотела сделать номер, посвятить своему мужу Александру Медникову. И вот Константин решил участвовать в этом номере. И как-то пришел и стал пробовать. Хотел достичь именно то, что делал Саша. Ну, и в общем достигли. Поэтому мы приехали в Россию, мы приехали в Саратов, где мы начали репетировать наш номер. Это было в 11... Это был какой год у нас? 11-й год. Да, 11-й год. В 12-м году мы выпустили свой номер. Ну, и поехали сразу на гастроли через 5 месяцев в Японию. Потом у нас была Венгрия. Потом у нас были города по нашей стране. И, в общем, с удовольствием мы ездим. Я во Владивосток не первый раз приезжаю. Но для меня это открытие, потому как город настолько мощный, красивый, что восхищаюсь. Каждый раз, когда гуляю, восхищаюсь вашим прекрасным городом. На самом деле, я была здесь с папой, когда мне было 12 лет, потому как мой папа тоже цирковой артист. Потом мы уезжали несколько раз в Японию и были перед Японией на гастролях во Владивостокском цирке. Это тоже было очень давно. Ну, и сейчас я очень восхищена тем, какой потрясающий цирк, красивый, весь стеклянный, можно сказать, хрустальный цирк. И, конечно, удобство все для нас сумели правильно создать для жилья, для репетиции. Ну, и, конечно, нам здесь очень комфортно. Нам очень повезло. С директором Игорь Станиславович очень по-настоящему, можно сказать, знаете, вот бывают директора, когда насквозь цирковой. Вот Игорь Станиславович, он насквозь цирковой, который любит цирк, и он принимает участие абсолютно во всех наших репетициях, и всегда в цирке, можно сказать, 24 часа. Это комфортно и удобно, когда нас понимают, когда нас ценят и нам помогают. Для артиста это очень важно. Поэтому, ну, в общем, нам здесь комфортно и хорошо у вас очень. Ну, значит, и зрителю будет комфортно и хорошо с вами. Надеемся. То есть вы уже видели всю программу, надо полагать. Ну, конечно. И как? Как оцените? Программа великолепная. Я посмотрел ее в записи, когда она состоялась в Нижнем Тагиле, затем Тюмени переделанная, собственно, была. И сейчас мы сопоставляли. Конечно, есть небольшие неувязки. Нет тех артистов, которые были два года назад. есть другие артисты. Соответственно, немножко пришлось перекраивать, пересматривать. Но получилось, я думаю, что не хуже, а может быть, даже и лучше. Потому что у нас, так как цирк новый, света очень много, звук тоже очень качественный. Мы добавили различных световых эффектов и так далее, которые дадут и акценты на определенных моментах и дадут под краску определенных и эмоций, и персонажей. Поэтому очень надеемся, что получится очень круто. На самом деле, каждый номер это определенные сложные элементы. И наслаждаться получится не только игрой в театр, так скажем, но и исполнением номеров. Константин, вы как автор сценария, я так понимаю, основной упор был сделан все-таки на какие-то акробатические, наверное, номера, или как это правильно назвать, я даже не знаю, да? Ну, здесь, как правильно сказать, то, что мы все-таки находимся в цирке и отталкиваемся от возможностей, которые мы имеем в виду. Допустим, акробаты могут определенный набор трюков. Те, кто работают с животными, могут определенно делать только эту работу. И, как бы, соединяя все, мы пытаемся только приукрасить и добавить какой-то смысл того, что мы хотим показать зрителям. Поэтому, как бы, сказка, она немножко складывается сложнее, чем в театре. В театре можно сыграть любую роль любому человеку. А здесь, например, животный не может сыграть, например, медведь не может сыграть бабочку или еще что-то. Поэтому мы исходим из возможностей то, что мы есть, и немножко это все приукрашиваем и, как бы, добавляем свой смысл именно на представление сказочное. Знаете, главное, что вот, когда он пишет сценарий, самое главное, чтобы артисту найти именно образ подходящий. Это очень важно. Вот у нас в программе есть изменения, как сказал Игорь Станиславович, у нас другие артисты, другие номера. Естественно, ему пришлось Косте перекраивать сценарий и подбирать роль, например, для жонглера Америка Анаева. Вот как раз у нас не было в прошлый Новый год Кощея, а сейчас у нас есть Кощей, и образ у него великолепный. Очень интересный образ у нас, значит, у паучка. И как раз по свету, вот самый интересный свет сделали, я просто зашла и ахнула. Этот паучок с сеткой в воздухе, это молодой артист, которому 18 лет, и он в воздухе делает такие действительно сложные трюки с сеткой, и свет потрясающий, красный, так ярко все, насыщенно, именно создается вот картина, что да, паук как раз на своем месте. Вот важно, чтобы именно донести именно до зрителя то, что это, поверить, что это действительно паук, и он находится именно там, где он должен находиться со своей сеткой. Конечно, создать образ для артистов, это важно, и подобрать именно каждому артисту именно то, что ему подходит, на что он способен. Ну и, конечно, вот уже две недели мы репетируем, потому как, если я свою роль знала, и Константин знал, то Леший у нас совершенно новенький, это дрессировщик собак, и Леший у нас был раньше мой партнер, которого сейчас здесь нет, и для, значит, Николая теперь это новая роль, и новый образ. Но он справляется, так как мы стараемся так, чтобы действительно было на высшем уровне все. Ну, то есть, я понимаю, будут и карнатоходцы, будут и животные, будут и акробаты, и жимноры, обязательно у нас будут три номера воздушных гимнастов, у нас девочка из училища прекрасный номер на трапеции, она будет у нас подарком первым, потом у нас расскажи про нашего Николая, Боровичка. Он не Боровичок, он Мухоморчик. В одной сказке он был Боровичок, потом стал Мухомором. В общем, это воздушный гимнаст на ремнях, и он будет играть роль Мухомора, которого главный персонаж пытается догнать его, поймать, чтобы тот рассказал ему дорожку, куда идти. там будут связочки такие, которые будут интересны как маленьким зрителям, так и большим. Слушайте, это такая творческая составляющая, мне кажется. Одно дело это вот... Нет, цирк это все одна большая творческая составляющая, но написание сценария это немножечко другое, из другой сферы, мне кажется. Ну, хорошо получается. Как это вот у вас получилось? Мне кажется, это должен быть какой-то отдельно приглашенный человек, а тут нет, вот, каната ходит. Это все своими силами, это все, да, это же наше любимое искусство, мы хотим и стараемся сделать все максимальное и лучшее. Он пишет сказки, уже книгу одну будет скоро издавать, потому как у него, видите, это направление такое сказочное, у него хорошо получается. Если взять даже реквизит, то трон, который должен был изготавливать определенный человек в цирке, то Константин попросил Игоря Станиславовича, говорит, можно я сделаю трон? И вот он своими руками сам делает трон для Кащея. очень забавно, ему это нравится, это как хобби. И такой трон получается, ну, прям вот смотрю, очень впечатляющий. Ну, вообще, в кругу вот таких вот талантливых людей и со стороны поддержки нашего директора Игоря Станиславовича мы, конечно, все это делаем с удовольствием и это все интересно. Совщая, можно сказать, одной семьей, вот мы не только репетируем, но на самом деле и что касается реквизита, где-то помощи, вот у нас ролик снимался, где Костя играл роль Зайца, так Игорь Станиславович у нас лежал, просто сказать, можно сказать, на паркете и фотографировал Зайца со всех сторон. То есть участие идет не просто вот мы только артисты, но и директор наш с нами ползает по полу с фотоаппаратом и, значит, снимает, как это все должно быть, чтобы было именно интересно и брать такой ракурс, ну, знает, тоже знает. Помощь у нас, как говорится, отовсюду. На самом деле это и есть настоящая цирковая семья. Вот это главное. Поэтому у нас все это делается сообща и с интересом огромным. Костюмы тоже сами делали? Ну, практически, да. У нас вот костюм Баба-Яги, да, ну, это давно, правда, костюм Баба-Яги, 10 лет назад, но мне здесь в цирке дали костюм Кикимры, у меня был другой костюм, этот костюм намного лучше, потому как в цирке здесь есть костюмерные и есть здесь много хороших костюмов. Вот, ну и что-то мы позаимствовали в театре, нам помогли. Мы очень активно работали в этом году и с театром Горького, и с театром Молодежи, большое им спасибо и костюмерному цеху, и по стежурному цеху. То есть мы взяли комплект усов, бороды, там, и парик для Боровичка, да, для нашего. Да, свитера. Взяли свитера, взяли много таких вещей. Вот, огромная благодарность за помощь. В принципе, наверное, старались взять все, не приобретая, так скажем, поэтому. Да, нам это повезло, потому как у нас первая сценка, когда выходит народное гуляние, и нам нужны были такие свитера, шапочки, у нас что-то было, ну и, конечно, большую часть нам спасибо дали театры на прокат. Вот, ну и парик, конечно, для Лешего, борода. У нашего Мухоморчика костюм был, вот у Бабы Ги, у меня, но мне понравился очень хороший костюм Кикиморы, который мне здесь в цирке дали. И, конечно, Дед Мороз и Снегурочка тоже очень хорошие нарядные костюмы, которые здесь в цирке. Есть свои костюмы, но много костюмов у них и Мальвина, так что можно оставаться здесь и делать из разной сказки. А, кстати, вы какие-то сказки еще делали? Ну да, у нас, вот у меня был опыт, когда давно мы работали еще, у нас была сказка «Приключения Буратино», ее ставила наш режиссер Наталья Стихановская много лет назад, это была другая программа, потом эту сказку уже ставила я, ну, я была молодая совсем артистка, и как бы мне было интересно тоже, ну, пробовать, я там была Лиса Алиса. Ну да, есть опыт большой, вот Костя, он делает сказки интересные, и каждый раз, вот осенняя сказка, ну, естественно, Баба-Яга у нас присутствует всегда, потому как это все-таки, мы считаем, что это действительно персонаж такой, который сказочный, ну, номер один у нас, ну, а так, естественно, в зависимости от того, какие номера в программе, под них и подбирается персонаж. Когда начинается программа в цирке? Ну, на самом деле, официально начинается программа 24-го числа, но 22-го мы будем проводить совместно с губернатором Приморского края благотворительное мероприятие для участников СВО и мобилизованных, да, на которые будут приглашены дети, родители которых находятся сейчас в зоне спецоперации, а 23-го числа у нас будет проходить губернаторская елка, где тоже будут в основном своем, наверное, дети из различных неблагополучных семей, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в отдаленных селах и так далее. Поэтому два таких закрытых мероприятия мы проводим совместно с Олегом Николаевичем и 24-го мы стартуем уже официально, к сожалению, 24-е, 25-е число уже практически продано. Это профсоюзные мероприятия и многие другие организации, которые захотели приобрести для своих коллег. Поэтому если кому-то еще интересно, они могут успеть купить билеты на 24-е, 25-е число. Также впервые, наверное, с советских времен мы возобновляем традицию и решили провести в этом году елку 31-го декабря в 12 часов. Поэтому милости просим всех, кто хочет получить заряд хорошего настроения и с этим же настроением направиться домой, уже готовиться к Новому году, милости просим церкви. Это хорошая действительно традиция, мне кажется, это такой позитивный заряд, особенно для детей, да и для родителей тоже. Да, для всех. Вы знаете, когда уже все готово, и можно сказать, что салаты нарезаны с вечера, а утром сходить на представление, именно получить заряд и с хорошим настроением уже действительно с ощущением праздника. Да, да. В преддверии Нового года. Почувствовать наконец-то, что это выходной день, все уже. Чтобы в цирк сходить и отметить Новый год, да, это у нас была такая традиция, раньше всегда мы работали 31-го числа, вот именно в 11-30 или в 12 представления, это здорово. Как долго вы здесь пробудете? У нас гастроли до 15-го января. А, ну не так долго, то есть надо успеть сходить. Надо успеть всем сходить, потому как у нас действительно спрос большой, сказка, как говорится, надеемся, что она пойдет с успехом, и поэтому добавили представление, да, у нас теперь по 3. Да, мы 2-го и 3-го числа для зрителей работаем целых 3 представления в день, в 11, в 15, и в 19 часов. Если спрос так же сохранится, как он сейчас есть, то и на дальнейшие мероприятия 4-го, 5-го числа мы тоже будем открывать 3 представления, чтобы все, кто хочет, смогли нас посетить. Ну что ж, пригласите тогда зрителей, чтобы они пришли. Да, конечно, добро пожаловать, мы ждем очень зрителей, потому как все для нас в цирке это главное у нас зритель, и конечно мы ждем вас и сделаем максимально все, чтобы вы были довольны. Будем рады видеть от малого до великого всех. Да, мы для зрителей в этом году поставили еще уличную елку, все, кто заедет к нам с парковки, сможет сфотографироваться на фоне великолепной елки, ну и сам цирк у нас засиял всеми возможными цветами новогодними, потому что наши службы электрики изготовили очень много интересных, гирлянд и так далее, поэтому милости просим. Цирки богатые, очень оформление именно сказочное, начиная с фойе и в зале, так что действительно добро пожаловать. Настроение будет у всех. Ну что ж, я желаю вам полных залов, а главное улыбок и аплодисмент. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы приглашаем всех посетить уникальную сказку «Елка в цирке». В гостях у нас были Фатима Гаджикурбанова, заслуженная артистка России, художественный руководитель программы «Елка в цирке», руководитель номера «Канатоходцы Медниковы», Константин Агунович, артист цирка, «Канатоходец» и автор сценария сказки «Елка в цирке», и Игорь Смирнов, директора Владивостокского цирка. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова